Всем привет! Меня зовут Света и я являюсь психологом из АПО. Сегодня мы с вами поговорим о том, что же такое конфликты, какие есть пути их решения и о чем не стоит забывать в любых спорах. Для начала, что же такое конфликт? Конфликт это противостояние субъектов из-за разности их интересов. У конфликта есть четыре стадии. Первое – это возникновение конфликта. Появляется то самое противоречие. Второе – осознание конфликта, хотя бы одной из сторон. Третье – это конфликтное поведение. И последнее – исход конфликта. Он может быть как конструктивный, так и деструктивный, или может произойти замораживание конфликта. Конфликт состоит из одной или ряда конфликтных ситуаций, то есть накопившихся причин и самого инцидента, который стал поводом для конфликта. Разрешить конфликт – это значит устранить все конфликтные ситуации, которые были. Итак, несколько правил, о которых нам стоит помнить, если мы с вами вступаем в конфликт. Первое – помните, что конфликтная ситуация – это то, что вам нужно устранить. Второе – конфликтная ситуация возникает до самого конфликта. И вам нужно всегда найти первую причину этого конфликта. Для начала сформулируйте конфликтную ситуацию минимумом слов. Из этой правильной формулировки обычно видно само решение. Постарайтесь его разглядеть. Почему люди вообще конфликтуют? Во-первых, причиной может быть эгоизм. Мы все часто ставим свои интересы выше интересов другого человека, что может стать совсем не по душе нашим собеседникам, которые, конечно же, предпочитают свои интересы нашим. Вот вам и появление конфликта. Во-вторых, причина того, что люди конфликтуют, может быть стремление человека к превосходству и вытекающей из этого поведения. Хвастовство, перебивание другого, неправильно выстроенная критика, очень давящие советы и так далее. Все это может быть не очень приятно другому человеку, даже если вы уверены, что вы куда умнее и совет непременно должен быть исполнен. И третья частая причина конфликтов – это агрессия. Давайте поговорим с вами о том, как люди часто ведут себя внутри конфликта. Томас Кэмпл, психолог 20 века, выделял пять основных типов поведения внутри конфликта, из которых выходят и варианты их решения. Первое – это избегание, уход от конфликта одной или обеими сторонами. Часто приводит к замораживанию конфликта, но лишь на время, ведь все незавершенные ситуации рано или поздно всплывают. Следующее – это соревнования. Это когда одна из сторон старается реализовать свои интересы за счет чужих. Дальше приспособления, когда одна из сторон принимает сторону другого в ущерб своим интересам. Четвертое – это компромисс. Это частичные уступки с обеих сторон. И последнее – сотрудничество, поиск решения, удовлетворяющего обе стороны. Давайте для примера возьмем простую ситуацию. Маша хочет пойти в кино на романтический фильм, а Паша хотел бы отправиться пострелять в тир. Они никак не могут договориться, куда же им пойти. Первое – избегание. Маша и Паша переносят встречу на неопределенный срок. Сейчас конфликт решен, но им придется вновь столкнуться с этой проблемой, если они решат вновь провести время вместе. Следующее – Маша говорит, что обидится, если Паша не примет ее сторону, а Паша не хочет терять друга и соглашается. Для Паши – это приспособление, для Маши – соревнование. Далее. Ребята решают, например, посмотреть войнушку в кино. Это не выполняет полностью интересы каждого, но Маша все-таки пошла в кино, а Паша сможет насладиться любимым оружием хотя бы на экране. Это компромисс. Либо они решают сначала сходить в тир, а затем пойти на вечерний сеанс в кино. Это сотрудничество, каждый получил то, что хотел. Конечно же, лучше всего стремиться к сотрудничеству, но у каждого типа решения конфликта есть свои плюсы и минусы в зависимости от того, какие внешние факторы еще есть. Например, потребность в скорости решения конфликта. Если вам интересно знать о конфликтах больше, понять, какой стратегии лично вы придерживаетесь в конфликтных ситуациях и что нужно менять, то приходите на наши тренинги в АПО. У нас еще много всего интересного, что мы готовы вам рассказать. Всем до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok